Иш ну ала, друзья! Почему сообщества так грубо реагируют на новое дополнение? Посмотреть только на соотношение числа лайков и дизлайков под синематиком. Потому что Blizzard изменяет историю и это необходимо, так как до текущего момента о темных землях не было известно почти ничего, сказали сами разработчики. Теперь появился большой пласт лор, отвечающий на многие неизвестные до этого вопросы, а также раскрывающие некоторые сюжетные дыры. Сегодня мы поговорим о некоторых сюжетных несостыковках, о том, как Blizzard готовили нас к предстоящему дополнению и о том, когда же Сильвана впервые стала набирать свою силу. Желаю всем приятного просмотра! Чувствуете, немножечко заморосило, а все потому, что уже 6 ноября на игровую арену выходит темная РТС-лошадка, которую уже нарекли главным конкурентом Reforge, а называется она A Year of Rain от студии Daydelic Entertainment. Так называемый год дождя словно пришел к нам из середины нулевых. Графика здесь похожа на Warcraft 3, такая же мультяшная и приветливая, а геймплей чуть ближе к игре Battle Realms из 2001, так как тут сделана ставка на более значимую экшен-ориентированность в стратегическом плане. Daydelic позиционирует свой проект как командную стратегию в реальном времени и создает все элементы игры с оглядкой на опыт кооперативного прохождения. Так, компания внутри игры позволяет как сольное прохождение, так и совместное с напарником. Остальные режимы игры в формате 2 на 2, когда вы кооперируетесь с игроком своей коалиции и пытаетесь уничтожить вражескую команду. Ресурсов в игре мало, как и в Warcraft'е. Интересно, начинается с героев. Каждая фракция позволяет выбрать одного из трех сверхмощных героев, чтобы возглавить армию. Герою чуть важнее, чем в других стратегиях. Один такой способен разметать целую вражескую команду. Авторы даже придумали сетевой режим против всех. И нет не Спсения Копчак, а режим, где два игрока управляют армиями, а другие два отдельными героями. И они должны сойтись в борьбе. Геймплей ощущается интуитивным и привычным. Строим крестьян, отправляем на вырубку леса и золотодобычу. Штампуем армию и отправляем крушить вражеские гарнизоны. Как и в остальных классических РТС, здесь предусмотрены отдельные здания для открытия новых юнитов и отдельные лаборатории для прокачки наших войск. Плюс ко всему, у наших обычных бойцов есть уровни опыта. От новобранца до профессионала, поэтому есть смысл беречь свои войска. Игра также подойдет и для киберспортивных состязаний. Издатель уже планирует несколько крупных турниров в будущем. Подробнее можно узнать по ссылке в описании. Интересным фактом является и то, что для работы над A Year of Rain привлекли бессменного композитора серии World of Warcraft Нила Акри. Похоже, Daedalic прекрасно понимают, как привлечь к себе ближайших фанатов. И если данное детище от Daedalic Entertainment вас привлекло и вам хотелось бы погрузиться в нее среди самых первых, то только в течение следующих 24 часов игра будет доступна по специальной цене, поэтому приобретайте ее прямо сейчас по ссылке в описании. Окей, отбросим РТСочки и продолжим наше обсуждение. Мы узнали, что Сильвана начала свое партнерство с Тюремщиком еще в коротком рассказе перед рассветом. Многие игроки могут быть незнакомы с этим рассказом, поскольку события полностью происходили вне игры и не все читали его. Ссылку я оставлю в описании. Вопрос к Близзард. Видел ли Тюремщик угрозу в Легионе? Именно поэтому Сильвана работала с Варианом. Ответ от Близзард. Мы узнаем больше о ее мотивации в Shadowlands и о том, что ее отношения с Тюремщиком немного уходят в прошлое. Рассказ перед рассветом включает в себя эти отношения. Работа с Варианом была долгосрочной стратегией для того, чтобы получить титул вождя. Необходимо было стать союзниками и теперь мы видим плоды этого. А вот цитата из рассказа «Перед рассветом». В темноте она была не одна. Рядом был кто-то еще. Кто-то настолько ужасный, что существовать в мире живых он просто не мог. Он вонзал в нее когти, но у нее не было рта, чтобы закричать. Он смотрел на нее, но она не могла ответить взглядом. Вопрос. Личность Таинственного Тюремщика – это кто-то, кого мы знаем, связанную со смертью? Например, Аргус или Хелия? Ответ от Близзард. Он был задуман как новая таинственная фигура. Не среди тех, кого мы встречали ранее, но он является важной частью космологии вселенной Варкрафт. Он главный злодей этой экспансии. Мы всегда думали, что Тюремщик Проклятых – это Король Лич, но нас ввели в заблуждение, так как открылся еще один Тюремщик. Хотя, посмотрите, Король Лич является, можно сказать, отражением Тюремщика. Они носят одинаковые короны и у них почти идентичные цитадели. Дух Тереноса после победы над Королем Личом сказал нам, что Король Лич должен быть всегда. И по жестокому капризу судьбы Король Лич должен был не только сдерживать плеть, но и охранять вход в Царство Темных Земель. И охрана входа была его основной задачей. Он являлся неким связующим звеном двух миров. А из сюжета Битвы за Азерот мы знаем, что Ледяной Трон – это место, где шов между нашими реальностями разрывается. В сюжетной цепочке с Волджином Вансамди рассказал нам, что Ледяная Корона является якорем между Царством Теней и Азеротом. Заключение Пакта Девяти Валькир с Сильваной, вероятно, является первым долгосрочным шагом Тюремщика. Он сохранил ей жизнь, чтобы она проделала гигантский путь и вновь вернулась к нему. Но уже через парадные двери. В событиях Катаклизма Сильвана стала воскрешать нежить в виде отрекшихся, а не скелетов. За что получила неодобрение от Гороша. В Легионе Сильвана смогла попасть в Хельхейм и даже поймала Королеву Валькир на некоторое время. В конце Битвы за Азерот мы узнаем, что договор Сильваны с Хелией до сих пор продолжает действовать. В Битве за Азерот Сильвана смогла разбить стену Малфуриона и чуть самого Верховного Друида не убила. А позже, не напрягаясь, подняла кучу нежити во время осады Лордерона. Во время Маг Гора с Аурфангом Сильвана использовала свою силу и никто не мог сказать, что это за сила на самом деле. Все видели эту магию впервые. Сила Сильваны росла пропорционально и все это время нам приходилось задавать один и тот же вопрос. А откуда идет ее прирост? Как оказалось, все дело в утробе, специальном жутком царстве темных земель, отведенном под самые черные души. После того, как Сильвана сломала механизм смерти, все души умерших в событиях битвы за Азерот стали попадать в утробу. Так, Близзард сказали, что ночные эльфы, сошенные на Тельдрасили, попали в утробу. В самый кромешный ад. Там же обитает Артас, Горош и много других злодеев вселенной Варкрафт. Вернемся чуть-чуть в историю. Одно из самых ранних предупреждений о Сильване пришло от Вариматроса, босса в Анторусе Пылающий Трон в конце дополнения Легион. Вариматрос не только предсказал конфликт фракций в битве за Азерот, но и предупредил нас, что преемственность власти от Волжена к Сильване не была дана добровольно. Мы слепы к истинной тьме, что в ретроспективе относится к пакту Сильваны с тюремщиком и ее дальнейшему росту. Вариматрос, он повезло, что вы погибли здесь и не попадете в ее руки. Значит, Альянс еще держится. Дольше, чем я ожидал. Но она уже посеяла. Зерна погибели. Она умеет ждать. Когда троны окрасятся кровью измены, храмы охватит огонь, а очаг увенчает расколотая маска. Вы все поймете, но будет слишком поздно. Все напрасно. В своей слепоте вы не замечаете грядущей тьмы. Итак, она все же нашла меня и прислала своих шавок. Когда она захватила ваш трон из шкуры костей, вас заставили присягнуть ей на верность? Нет. Вы пошли за ней добровольно. Или же вас убедили в этом? Впрочем, это не важно. Вы не замечаете тьмы в своих рядах. Смерть не щадит никого. Она посеяла зерна погибели, расколотая маска, грядущая тьма, ну и самое главное, вам повезло, что вы погибнете здесь и не попадете в ее руки. Скорее всего, Вариматрос говорил про утробу. Он предупреждал нас обо всем еще два года назад, но тогда эти слова казались каким-то бредом фанатика. Затем в патче 7.3.5 мы сталкиваемся с дневником Агмота, который писал про леди, окутанную темными вихрями. Писал про орду, которая прыгала с обрыва, а вороны толстели от трупов. Тут, скорее всего, речь идет опять же про утробу. В патче 8.1.5 Нзот также предупреждал нас, хотя, как и большинство предсказаний древних богов, мы не сочли их за истину. Завеса падет. Его корона откроет путь. В текущих событиях шлем Всевластия Короля Лича открыл нам путь в темные земли, после того, как Сильвана расколола его на две части. Она все голоднее и смелее. Ммм, но вы все слепы. Чем больше было трупов на войне, тем сильнее становилась Сильвана. После того, как она почувствовала себя достаточно сильной, не сдержалась, назвала орду ничем, а альянс с жестяными солдатиками и улетела прочь. Также стоит взять во внимание тот факт, что в патче 8.3 Нзот атаковал всех жителей Азерота, трупов стало еще больше, Сильвана стала еще сильнее. И уже, наверное, не остается в сомнении, почему она все-таки смогла так просто одолеть Болвара. Что же касается самого Болвара, это не Король Лич в привычном нам понимании. Это персонаж, который вынужден был взять на себя эту роль, хотя не обладал и таликой былой мощи Лича. Также у Болвара не было и Фростморна, можно сказать, основного оружия полубога, которое и привело Артаса к Ледяному Трону. Фростморн позволял грамотно концентрировать и распределять силу, а также он являлся мощнейшим вместилищем душ. Чем больше Артас убивал, тем сильнее становился. У Болвара не было таких привилегий. Тем не менее, Сильвана и не шла его убивать. Болвар остался жив, а значит в скором будущем мы сможем оценить его силы по достоинству. Что же касательно ритконов. Близзард сказали, что Хроники это точка зрения Титанов. Осталось подождать Хроники по версии Нзота, Саргераса, Сильваны может быть. А почему нет? Ведь у каждого свое видение мира. Ладно, стоп, Бэтхёрд. Основной мотивацией Сильваны в битве за Азерот было нападение на Штормград и воскрешение всех его жителей в качестве отрекшихся. Об этом она говорила в романе Перед Бурей. Но ведь такая мотивация полностью расходится с тем, о чем я говорил вам ранее. Сильване невыгодно воскрешать мертвых, так как при воскрешении душа насильственным образом вытягивается из темных земель и продолжает свое бредное существование в Азероте. А у Троба не получает насыщения душами, Сильвана становится, получается, слабее. Также в событиях войны шипов Сильвана терзалась в сомнениях, почему именно она стала вождем Орды. Говорила про то, что ей нравилось оставаться в тени, про то, что как же сильно она любила свой народ и всеми силами пыталась его сохранить. Но в конце всех послала нафиг и улетела. Несостыковка еще и в том, что Бвон Самди говорил нам, плутовка оставляет убитых себе. Возможно, он имел в виду, что ему не достается столько душ, сколько хотелось бы, либо то, что Сильвана воскрешает мертвых, а это более правдоподобно, тем самым нарушая баланс жизни и смерти. Следовательно, из второго, история с Утробой и поглощением душ просто бессмысленна. Также возможно, что Сильвана и Бвон Самди сотрудничают с тюремщиком, и не остается больше никого, кроме как тюремщика, который повлиял на связь Волжина с Ло через мир духов и поспособствовал назначению Сильваны на пост вождя Орды. Осталось только узнать, кто поспособствовал возвращению духа Волжина обратно на Азерот. Возможно, это был сам Арбитр, которым нам известно совсем немного. Души, которые прибывают сюда, предстают перед Арбитром, таинственным и древним существом, чье существование предшествует всем воспоминаниям, даже более древним, чем Титаны, согласно некоторым сообщениям. Те, кто предстает перед ней, обнажают все свои поступки, воспоминания и переживания, самую суть своих душ и судятся в одно мгновение. Да, вы не ослышались, Арбитр женского рода. Также сейчас люди спорят о том, какой же смысл внесла Сильвана в свою финальную фразу «Я подарю нам всем свободу» и почему Сильвана отправилась в Царство Теней. Возможно, Сильвана заключила договор с тюремщиком по той же самой причине, по которой Иллидан заключил договор с Аргерасом, чтобы получить его силы с намерением использовать их против него и против вселенского зла. Ее возможная конечная цель – убить тюремщика, занять его место в качестве одного из повелителей смерти, положить конец концепции ада, как он существует во вселенной Варкрафт и стать богом, королевой Страны Теней. Затем ее повелевание над смертью может быть использовано в будущем дополнении и победе над повелителями пустоты в дополнении 10.0. И также Сильвана является любимым персонажем нынешнего игрового директора, поэтому весьма вероятно, что и четвертый синематик мы увидим с Сильваной. Также, сравнивая Сильвану с Иллиданом, не стоит упускать из виду их мотивацию. Мотивация Иллидана. Я должен сделать все возможное, чтобы спасти мой народ и Азерот. Мотивация Сильваны. Этот мир тюрьма. Надежда ничто. Я боюсь умереть и сделаю все возможное, чтобы не откинуться и страдать в темноте. Вместо этого я сама приду в темноту и буду там править. Тогда бояться будет уже точно нечего. А как вы считаете, какова конечная роль Сильваны? Хочет ли она спасти Азерот, либо же это просто ее нездоровые амбиции? Пишите в комментариях. Обсудим. А на этом видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал. По-прежнему более 50% зрителей смотрят ролики без подписки. Это очень грустно, блин. Не забудьте поставить лайк и колокольчик, чтобы смотреть ролики самыми первыми. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok